В России проходит второй этап операции «Нелегал-2023». Массовые облавы на мигрантов проходят во всех регионах. В Бишкеке, Астане, Полдень. Меня зовут Камила Валеева. Здравствуйте. В России начался второй этап операции «Нелегал-2023». Одновременно во всех регионах задерживают и высылают на родину сотни мигрантов. Так, например, 100 нелегальных рабочих выявили подмосковные полицейские. Силовики нагрянули с проверкой на склады одного из популярных маркетплейсов. Об этом сообщает Пресс-служба управления МВД по области. Среди выявленных нелегалов один находился в федеральном розыске. Еще 26 нарушили правила пребывания в стране. Всем, кроме разыскиваемого, выписали штраф в размере 5000 рублей. Нарушители должны покинуть страну. Сейчас полиция выясняет, кто именно нанял иностранцев без соответствующих документов. В поисках нелегальных мигрантов силовики проверяют и развлекательные заведения. Так, правоохранители Ханты-Мансийска пришли в ночной клуб, где проводят время граждане стран Центральной Азии. В итоге около 20 посетителей заведения были доставлены в местное отделение полиции. В ходе проверки полицейские установили, что пятеро из них находятся на территории страны незаконно, сообщает Пресс-служба МВД в области. В отношении нарушителей составили протокол о нарушении правил въезда на территорию России и нелегальное проживание в стране. Также в Московской области сотрудники МВД проверили стройки, магазины, общежития и районы, в которых живут трудовые мигранты. В ходе рейда в городе Лосино-Петровске силовики проверили 160 иностранцев, сообщает ВМВД России. 15 из них привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания и незаконное осуществление трудовой деятельности. На каждого из них наложили штраф в размере 5000 рублей с последующим выдворением за пределы страны. В отношении шестерых граждан возбудили уголовные дела по статье «Подделка документов». Телеграм-канал «Многонационал» пишет, что более ста иностранных рабочих задержали в Хабаровске. Массовые рейды против мигрантов проходят и в Иркутской области. Сотрудники полиции проверяют места, где могут находиться иностранцы без гражданства, а также ищут тех, кто находится на территории страны незаконно. О том, как происходит задержание мигрантов и в каких условиях им приходится там находиться, рассказал один из наших зрителей. Он отправил видео после массового задержания узбекистанцев в Санкт-Петербурге. Вообще условия нет. У них тут ремонт идет. Вообще просто ужас. У них что, работы что ли нет? У всех нас есть регистрация. Вот сидим здесь, даже в туалет не выпускают. Это кадры из отделения полиции Санкт-Петербурга. Узбекистанец рассказал, что его вместе с соотечественниками задержали за то, что они жили не по месту прописки. За это каждого из них оштрафовали на 5300 рублей. Всего, по его словам, в отделение привезли около 100 человек. Собеседник добавил, что под облавой попадают только граждане Узбекистана. В отделении полиции рабочих продержали более 8 часов. Как пишет наш зритель из Москвы, полицейские каждый день стоят у входа метро на станции Текстильщики и других районах, где живут мигранты и просто останавливают или задерживают иностранцев. А я хочу вам напомнить наши телеграм-вотсап-номера, на которые вы можете написать. Если вы мигрант и вам есть что рассказать нам, или вы живете в одной из стран Центральной Азии и уверены, что зрители должны узнать вашу историю, свяжитесь с нами. Отправляйте нам видео, фотографии и описания к ним. Адреса наших аккаунтов на экране. Мы ждем ваших сообщений. В Таджикистане суд приговорил бывшего активиста, запрещенной в стране группы 24 Незамедина Насрединова, к 8,5 годам лишения свободы. Власти обвинили его в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя, об этом сообщает радио ЗОДИ со ссылкой на собственные источники. Приговор огласили в конце сентября. Анонимный собеседник журналистов рассказал, что в суде Насрединов не признал свою вину и сказал, что лишь позволил себе критику на одном видео в адрес президента Таджикистана Эмемали Рахмона. Суд был открытым. В нем участвовали родственники Насрединова. Осужденный намерен обжаловать приговор, добавил источник. Представители суда и родственники Незамедина Насрединова не захотели общаться с прессой, пишет ОЗОДИ. Активист последние 8 лет жил в Германии. Его задержали в начале января при пересечении границы Беларуси по запросу у властей Таджикистана. До экстрадиции он находился в СИЗО города Гродно. В защиту Насрединова выступили ряд правозащитных организаций, в том числе Норвежский хельсинский комитет, Human Rights Watch и Центр Вясна. Суд Таджикистана обвинил местных жителей, защищавших девочку от домогательства милиционеров, хулиганстве и применении насилия в отношении представителей власти. Четверых сельчан приговорили к различным срокам тюремного заключения. Один получил условное наказание, еще один приговорен к крупному штрафу. Милиционеров же признали потерпевшими по этому делу. Абрам сообщает радио ЗУДИ со ссылкой на работника суда из Травшана. Среди осужденных дядя несовершеннолетней девочки, которая подверглась домогательству. Одного из них Джамаледина Рахматова приговорили к трем годам колонии строгого режима. Другой Гайрат Рахматов получил полтора года условно. Еще трое жителей села получили по два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Директор школы села Лакат приговорен к штрафу в размере 2,5 тысяч долларов. По словам источника журналистов ОЗУДИ, суд при вынесении приговора учел семейное положение подсудимых и то обстоятельство, что они совершали преступление в первый раз. В мае этого года жители села Лакат обвинили сотрудников милиции в сексуальных домогательствах несовершеннолетней. Они рассказали, что 31 мая увидели машину с затемненными стеклами, из которой были слышны крики о помощи. В автомобиле они увидели заплаканную школьницу, которая отбивалась от сотрудников милиции. Тельчане попытались вступиться за нее. Руки Анию Скулова, мать девочки, ранее заявляла радио ОЗУДИ, что сотрудники милиции города насильно удерживали ее дочь в машине и делали ей непристойные предложения. В итоге девятерых местных жителей задержали. Власти обвинили их в избиении трех силовиков. В МВД заявили, что задержанные якобы препятствовали расследованию некого дела. Принципы светского государства должны строго соблюдаться во всех сферах, в том числе в образовании. Об этом президент Казахстана Касым Жумар-Тукаев заявил на Республиканском съезде педагогов. Он отметил, что школы — это прежде всего образовательное учреждение, куда дети приходят получать знания. Тогда как религиозные убеждения, по словам президента, — это выбор и частное дело каждого гражданина. Свобода вероисповедания в нашей стране гарантируется законом. Думаю, будет правильным, если ребенок сделает свой выбор, когда уже подрастет, и у него сформируется собственное мировоззрение. Самое главное — воспитать поколение, обладающее открытым мировоззрением, ясным сознанием, верное традициям. В Казахстане все еще не утихают споры между администрациями школ и родителями девочек, которые носят хиджабы. Власти, ссылаясь на закон, настаивают на единой школьной форме. Родители же утверждают, что ношение платка в школах никак не препятствует учебному процессу. В Караганде группа родителей обратилась в Конституционный суд, после чего их дочерей начали пускать на уроки. Как и у меня, как и у родителей, так же и у других родителей есть опасения, что данный вопрос только временно запустили наших дочерей. Потому что в некоторых школах до сегодняшнего дня не запускают еще. Для абонентов Узбекистана, которые потребляют большой объем электроэнергии, с 1 ноября власти вводят повышение стоимости киловатт-часа. При этом в Минэнерго успокаивают. Рост тарифов затронет лишь 2% домохозяйств. В ведомстве пояснили, что новый коэффициент коснется лишь тех, кто потребляет больше 1000 кВт-часов в месяц. Для остальных абонентов стоимость электричества останется прежней 295 суммов или 2 цента за киловатт-час. Тем, кто превышает этот лимит, власти повысили стоимость электроэнергии до 590 суммов или 4 центов за каждый киловатт. Стоимость тарифа не повышается. Она остается на уровне 295 суммов. Однако для усиления настроения экономии у людей и ликвидации основ теневой экономики предусматривается дополнительный повышающий коэффициент. Это является справедливым, а также экономичным и энергоэффективным решением. Так их смогут увидеть гораздо больше людей. Всего доброго, до свидания, хороших выходных!